Всем привет! Подготовлена под заказ еще одна бритва, на этот раз английская. Производитель Вайна Бутчер, самый конец 19 века. Классическая модель того времени, оригинальная ручка. Ручка из такого угольно-черного пластика, а прямоугольная, под носик. Вот клинышек, белый пластик, пины и шайбочки Низельбер оригинальные. Вот, и бритва. Бритва прошла легкую реставрацию, но для ее лет, считаю, состояние очень хорошее. Нанесен легкий матовый сатин. Вот, у нее двойная выборка, не заковка, а именно выборка, как делали. Вот, и клеймо, опять же, типичное для тех лет. Верхняя строчка Вайна Бутчер, это производитель. Вторая строчка Шеффилд Ингланд, это позволяет более точно датировать бритву, потому что Ингланд стали ставить с 1891. Вот, и примерно до 1900. Вот, и третья строчка, это логотип, логотип Батчеров. Буква Б в кружочке, стрела и мальтийский крест. С оборотной стороны клеем нет. Эрль идеально чистый, полотно идеально чистое. Внутри бритва полностью чистая, все это разбиралось, вычищалось, приводилось в полный порядок. Спинка тоже чистая. Выборка здесь приблизительно наполовину. Носик прямоугольный, но при этом с небольшим скруглением на кромке. Специально для того, чтобы не резаться и не царапаться. Ну, впрочем, скругление этого визуально не видно. Это делается именно непосредственно во время заточки. Здесь самый кончик, он хоть и прямоугольный визуально, но на самом деле немножко скруглен. Вот такой вот образец классический для конца девятнадцатого века. Брить будет мягко. Классическая Бащеровская сталь на небольшой выборке. Ну, рез должен быть достаточно мягенький. Волосы абсолютно бесшумные, без всякого сопротивления отлетают. Править на ремне будете ее как бритву с обычной прямой заточкой. Здесь скругление на носик и на пяточку есть, но геометрия клинка такова, что именно здесь при направке прямыми движениями по ремню у вас будет и пяточка, и носик направляться. То есть, отдельно акцент на них делать не нужно. Ну, можно на носик, на самый кончик сделать акцент небольшой. Но, в принципе, если будете править просто прямыми движениями, делая небольшой акцент именно на кромку просто, то носик будет нормально направляться. Заточено с одним слоем изоленты, поэтому никакого давления или там провисанной ремни делать не надо. Все прекрасно направляются обычными, привычными движениями. Ну, распуск проходит нормально, как и обычные тесты. Рез будет достаточно нежный. При этом она не будет бесшумной прям, потому что здесь все-таки половинная выборка почти. Но рез будет достаточно нежный. Все. Сегодня чуть позже отправлю и там уже дополнительно вам напишу. На этом все. Продолжение следует... Продолжение следует...